Контакт с холодом полезен. Надо понимать, что в чем фишка. Фишка в том, что при любом контакте с холодом, с холодной водой у человека возникает улучшение микроциркуляции. Рефлекторная где? То есть вот представляем, природа дикая, идет какой-нибудь там медведь, ну не медведь, человек идет. Раз попал в прорубь, провалился. Организм же не знает, вот биологическое существо организма, естество наше, оно не знает, выберемся мы из этой проруби в ближайшие 10 минут или нам суждено погибнуть. Но необходимо сделать что? Необходимо сохранить внутреннее тепло, да, для того, чтобы организм не переохладился быстро и чтобы у организма был шанс все-таки как бы не замерзнуть, а вылезти из этого дела. Поэтому происходит сразу рефлекс, то есть первый контакт, в первые секунды контакта с холодом происходит сразу рефлекс какой? Начинается улучшение кровотока в самых важных органах. Это сердце, мозг, печень, поджелудочная железа, то есть вот те органы, от которых зависит наша непрерывная жизнедеятельность. Достаточно одной минуты контакта, одной всего лишь минуты, которая, в общем-то, будет давать, если вы ежедневно там один-два раза в день это делаете, будет давать схожий эффект, ну, биологический, да. Поэтому организм, что, он запускает вот улучшение кровотока во всех внутренних органах, сразу запускает мозг головной, гормональный удар, антистрессовый такой, да, чтобы поднять функцию этих органов. Выделяется много очень эндорфинов, чтобы болевую нагрузку снизить. И все это продолжается, весь этот рефлекс, он запускается надолго. Не на какие-то там, вот, вытащили вас из воды, из холодной, да, и все, и тут же прекратился. Нет, он еще будет функционировать полчаса, как минимум. То есть, если вы просто минутный контакт с холодной водой даете один-два раза в день, то на полчаса еще, как минимум, у вас идет вот этот рефлекторный, оздоравливающий, такой мощный эффект улучшения внутреннего кровоснабжения. Нужных, как раз самых нужных для здоровья и жизни органов внутренних.